НАТО России и применить новые методы помощи Украине. Законопроект определяет право нашей страны на самооборону, а ослабление санкций против России связывает с выполнением Минских соглашений. Документ усиливает санкционный режим, ограничивает возможности обходить санкции, также запрещая странам НАТО передавать Москве отдельные инструменты и услуги военного назначения, которые содержат американские технологии и компоненты, до тех пор, пока Кремль оккупирует территорию Украины или любой страны НАТО. Документ распространяет действия закона Магнитского на контролируемые Россией территории – Крым, Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье. Правительству США предлагается искать пути создания международного консорциума, чтобы прилить частные инвестиции в Украину с минимизацией рисков для них. 1 мая в Украине повысят соцстандарты. Это будет первое повышение из двух запланированных на год. Оно составит 6%. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко. Второй этап – 1 декабря. Тогда повышение составит 10%. Кроме того, в нынешнем году государство увеличило субсидии для малообеспеченных семей. Это 1500 гривен, что втрое больше, чем было в 2015-м. Напомним, ранее Розенко сообщил – повышение цен на газ для населения не коснется малоимущих украинцев. Огонь летних Олимпийских игр приветствовали в штаб-квартире ООН в Женеве. Церемония прошла в рамках празднования Международного дня спорта на благо развития и мира. В этом году Олимпийские игры предстоят не совсем обычные. «Это пламя – знак солидарности со всеми людьми мира. И в этом году Олимпийский комитет предпринял необычный шаг – включил команду беженцев. У ООН и у МОК одни и те же ценности – это толерантность, солидарность и мир. Одно из выражений этой солидарности – создание Олимпийской команды беженцев, которая инициировал МОК для Олимпиады в Рио 2016 года. Мы приветствуем эту команду беженцев равноправно с другими командами из 206 стран и тем самым хотим подарить надежду всем беженцам в мире». Международный Олимпийский комитет рассматривает кандидатурой нескольких десятков спортсменов, претендующих на место в сборной беженцев. Как ожидается, выберут не более 10. Эта команда будет выступать под олимпийским флагом. И если спортсмены сборной завоюют какие-то медали, то во время их награждения будет звучать Олимпийский гимн. «Впервые в истории талантливые атлеты, которые были вынуждены бежать из своих домов, получают шанс бороться за золото. Остальные беженцы будут видеть этих выдающихся спортсменов, которые всем дарят надежду. Весь мир будет видеть беженцев в том свете, в котором они заслуживают, как талантливых, сильных и вдохновляющих людей. Олимпийский факел и Олимпийские игры направляют послания о том, что наша общая человечность мощнее, чем силы, которые нас разделяют». Огонь зажгли на прошлой неделе в Древней Олимпии, и вскоре он отправится в Бразилию, где его пронесут по стране. Олимпиада будет проходить с 5 по 21 августа. Кения принимает саммит «Клуб гигантов». Он посвящен защите больших африканских животных. На мероприятие съехались больше 170 делегатов, включая лидеров африканских стран, ученых и природозащитников. Участники встречи представляют программы по борьбе с браконьерством, которые принесли определенные успехи. «Сегодня мы говорим о том, что сработало здесь. Завтра мы должны будем подумать, как увеличить инвестиции по всему африканскому континенту, поскольку существует политическая воля предоставить решения по защите». Природозащитники пытаются сохранить северного белого носорога, который на грани полного вымирания. Единственные представители этого вида обитают в крупнейшем заповеднике страны Олдпиджета. Им обеспечена круглосуточная вооруженная охрана. Природозащитники говорят, вопрос исчезновения гигантских животных в Африке стоит очень остро. И проблема не только в браконьерах, а и в мировом спросе. «Борьба с браконьерством не решит проблемы, поскольку движущей силой является спрос в Азии. Вот источник проблемы». Саммит проходит на склоне горы Кения в городе Нанюки. По его завершении власти пообещали провести масштабное сожжение, изъятое у контрабандиста слоновой кости. В общей сложности огню придадут 105 тонн материала, который, если не сгорит полностью, потеряет какую-либо ценность. На черном рынке партия оценивается в 30 миллионов долларов. По данным на 2014 год, каждый год в Африке убивают от 20 до 25 тысяч слонов. Кроме них, только в прошлом году на континенте было убито 1300 носорогов.